Для пользователей, особенно начинающих, некоторые трудности может представлять создание Photoshop анимации. Самый простой и распространенный ее пример это баннер. Вот его-то мы сейчас и сделаем. Конечно не шедевр, а просто познакомимся с технологией создания анимированной картинки. Прежде чем вы приступите к созданию собственного баннера, необходимо заготовить те фрагменты изображений, которые будут в нем участвовать. Я взял стандартный размер баннера 468 на 60 пикселей с экранным разрешением 72 пикселя. И заготовил, во-первых, фоновую картинку, фоновый цвет, некий текст. Здесь у меня два слоя. Черный фон существует только для того, чтобы текст был лучше виден. На самом деле нам нужен будет слой только с текстом. Точно так же здесь некий кружок. Фон также для декора. На самом деле кружок должен быть на прозрачном фоне. И некая стрелочка. С фоном также поступим. Можно его выключить. Еще раз обращу ваше внимание. Желательно, чтобы картинки были одного размера и одного разрешения. Тогда их легче будет сопоставить между собой. Итак, создаем многослойный проект будущего баннера. Берем за основу картинку с фоновым слоем. Переходим на картинку с текстом. Кликаем по слою с текстом. И с помощью мыши перетаскиваем его на картинку с фоном. И вот здесь у нас уже образуется многослойный проект. Также поступаем с кружком. Фон не трогаем, тащим только кружок. Ну, пока накидываем просто эти элементы друг на друга. И стрелочку. Вот так. Теперь остальное нам не нужно. И это мы все можем закрыть, чтобы не загромождать картинку. Расположим элементы будущего баннера. Каким-то образом, согласно нашей задумке. Что я задумал? Значит, в центре у меня будет кружок. Каждый слой, если элементов много, лучше назвать по имени того элемента, который в нем находится. Так будет легче ориентироваться. Значит, это будет стрелка. Оставшийся слой, понятно, будет кругом. Стрелку я пока выключаю. Активирую круг. Что я хочу сделать? Я задумал так, что в центре будет круг, потом его стрелка сдвинет вниз и по баннеру пробежит надпись. Вот такая идея. Значит, оставляем для начала только круг. Я гашу слой с надписью. Пользователи старых версий Photoshop имели в своем распоряжении такую программу, как Image Ready. То, что мы сейчас начнем делать, это осуществлялось как раз в Image Ready. Версия CS3 Image Ready не имеет и позволяет все эти операции выполнять в основном окне Photoshop. Для этого нам нужно среди окон включить окошко анимации. Кто знаком с Image Ready, тот узнал это окошко. Если включается режим анимации Timeline, в нем также можно сделать анимацию, но мы сейчас использовать его не будем. Потому что пользователям старых версий будет понятен как раз режим по кадровой анимации. Что мы здесь видим? Мы видим первый кадр. Длительность стоит 10 секунд. И в этом кадре отражается круг посередине нашего фона. Добавляем еще один кадр. Для этого нажимаем вот на эту иконку. И в этом кадре мы включаем слой со стрелкой. Выбираем инструмент перемещения элементов. Активируем слой со стрелкой. И стрелку выставляем над кругом. Вот таким образом. Дальше лучше оперировать клавишами курсора. Потому что они задают линейное перемещение. И рука не дрогнет. И элемент не съедет никуда в сторону. Поэтому стрелкой курсора вверх мы убираем рисунок стрелки за кадр. То есть сейчас ее не видно. На самом деле вот этот кадр может быть самым первым. А самый первый кадр нам может быть не нужен. Чтобы удалить отдельный кадр, отдельный фрейм, мы его выделяем и нажимаем на значок корзинка. Удалить. Удалить. Содержимое этого кадра мы видим на слоях. Включен фоновый слой, включен кружок и стрелка, которая находится за кадром. Добавляем новый кадр. Активен слой со стрелкой по-прежнему. И вот теперь клавишей курсор вниз мы смещаем эту стрелку до ее соприкосновения с кругом. Что у нас получилось? В одном кадре стрелки нет, в другом она уже появилась. Длительность каждого кадра 10 секунд. Но это, конечно, много. Поэтому удерживая клавишу shift выделяем соседний фрейм. На самом деле с удержанием клавиши shift и control можно выделять фреймы, ну как всякий элемент в Windows, группы или поодиночке. кликаем на вот этот треугольничек и получаем список времени задержки. Выбираем 0,5 или даже 0,2. Побыстрее будет шевелиться. В этом же списке мы можем задать и свое собственное время. Но нам сейчас это не надо, поэтому делать этого не будем. Итак, длительность каждого кадра составляет 0,2 секунды. Здесь мы можем задать однократное проигрывание, многократное или задать число проигрываний этого ролика. Зададим пока неограниченное. Нажав на кнопочку пуск мы увидим пока еще перемещением это нельзя назвать. Ну, так скажем, появление стрелки в кадре. Нажимаем на стоп. Создаем следующий кадр. Вначале у нас есть стрелка, коснувшаяся кружка. А здесь мы сделаем таким образом. Выбираем слой с кругом и с помощью клавиш курсора опускаем круг за кадр. За границу кадра. Переходим на слой со стрелкой и той же клавишей курсора опускаем стрелку до тех пор, пока она не упрется в нижнюю границу. Теперь в начале движения мы имеем вот такое положение. В конце мы имеем вот такое. Как заставить двигаться картинку? нам нужно вставить некоторое число промежуточных позиций, промежуточных кадров. Для этого кликаем вот в это место и возникает меню. Выбираем опцию Twin и что мы видим? Вставить предыдущий кадр, добавить один кадр. Это несколько непонятно, да и не нужно. Поэтому отменяем сейчас ее и выделяем оба кадра начальный и конечный. Снова вызываем опцию Twin. Теперь здесь появилось выбранное. Все остальное недоступно. Имеется в виду два наших выбранных кадра. Сколько добавим кадров между ними? Допустим пять. Участвуют все слои и у нас изменяется только позиция. Позиция элементов. Позиция картинок входящих в баннер. Нажимаем ОК. Посмотрим. Вот начало движения. Следующий кадр. Запустим нашу мультипликацию. Замечательно. То, что и задумывалось. Стоп. Теперь наступает черед надписи. Встаем на последний кадр, созданный нами, и предполагаем, что в этот момент надпись находится за границей нашего фильма. За экраном. Делаем активным слой с надписью. Подвигаем ее немножко, чтобы она была по центру. Утащим ее туда. Дальше опять лучше сделать это клавишами курсора. то есть вправо задвигаем ее за границу. Вот так. Сейчас здесь надпись присутствует, но ее не видно. Добавляем новый кадр. Слой с надписью активен. В этом кадре клавиши курсора двигаем текст влево. Это занимает некоторое время, но как я уже говорил, лучше двигать его клавишей курсора. Тогда мы не собьемся с заданной нами горизонтали. Также текст теперь должен уехать за левую границу экрана. Вот так. Теперь несмотря на их похожесть мы имеем два кадра. Здесь текст спрятан справа, здесь слева. Снова удерживая клавишу shift или control нажать, поскольку выделяем два соседних кадра. Выделяем нужные фреймы. Идем в опцию twin. Но я думаю здесь мы можем задать кадров побольше, наверное штук 15. То же самое изменяется позиция. Ок. Сейчас мы сделали одну ошибку из-за которой нам придется потом немножко дольше повозиться с этой мультипликацией. Но всего предусмотреть нельзя. Я имею ввиду появление вот этой стрелки. Однако пока не о ней речь. В линеечке кадров видно как надпись появляется и исчезает слева. Не знаю насколько это видно на видео, но мы посмотрим как это будет выглядеть на самом баннере. вот так это происходит. Почему я заговорил про ошибку со стрелкой? Потому что я забыл, что мне захотелось, чтобы стрелка исчезла в тот момент, когда надпись будет проезжать по экрану. То есть вот на этом кадре стрелка уже есть. А когда надпись приближается к ней, вот пожалуй здесь, стрелки уже не должно быть видно. Значит в наших руках диапазон с 8 по 12 кадр. На этом промежутке стрелка должна исчезнуть. Как мы это сделаем? Мы берем последний кадр, где стрелки уже не видно. переходим на слой со стрелкой и выставляем в ноль ее непрозрачность. Затем выделяем, удерживая shift, кадры с 8 по 12 и снова идем в опцию twin. На этот раз мы не можем добавить никакие кадры, потому что у нас уже выделен диапазон. Изменяем прозрачность. Ок. На превьюшках видно, что вот здесь стрелка в нормальной яркости, а вот теперь она медленно исчезает. Если бы мы сделали это заранее, до того, как раздвинули весь диапазон кадров под надпись, то вот здесь стрелки бы уже не было. Здесь она была бы уже невидима. А так мы выделим нужные кадры и просто отключим слой со стрелкой. как теперь будет выглядеть наш мультфильм. Допустим, для того, кто не умеет бегло читать, нам нужно затормозить надпись посередине картинки. Выбираем кадр, где надпись более-менее посередине и задаем для этого кадра временную задержку в 2 секунды. Теперь это будет выглядеть так. Вот она пауза и поехала дальше. Для того, кто захочет сделать более серьезный баннер, есть смысл присмотреться внимательнее к этому меню. Здесь есть такие возможности, как удаление и копирование кадров, организация их обратного порядка, оптимизация анимации, о которой мы поговорим чуть позже, и создание кадров из готовых слоев. Также всю эту конструкцию можно перевести в таймлайн и работать там, но это для тех, кто полностью освоил новую версию фотошопа, последнюю на сегодняшний день. Вот этот механизм создания анимации с помощью отдельных кадров, он практически полностью идентичен работе в Image Ready. Остальные инструменты из Image Ready как бы перенесены теперь в новый интерфейс фотошопа. Если в Image Ready для сохранения анимации можно было также зайти в опцию файл и там найти строку сохранить оптимизированную как, провести всю необходимую оптимизацию, то в этой версии мы пользуемся строкой той же самой, в которой сохраняем картинки для интернета. Поскольку мы оптимизируем анимацию, то вот здесь появилась панель управления проигрыванием. Пока у нас стоит формат файла шпек, он не может быть анимированный, эта панель недоступна. Анимированным у нас может быть GIF файл. Нажимаем на проигрывание и видим то, что здесь происходит. Одной из задач оптимизации является уменьшение конечного размера файла. Для баннера это очень важно. Изначально считалось, что баннер не должен превышать 15 килобайт. Но сейчас интернет стал быстрее и пожалуй он может немножко распухнуть в размерах. Тем не менее особо увлекаться не стоит. Долго загружающиеся баннер он либо испортит вид сайта либо просто на него никто не будет обращать внимания. Поэтому наша задача сделать файл конечный как можно меньше, но в то же время не потерять в качестве. Посмотрим что получается. Вот сейчас у нас для GIF стоит 8 цветов. На самом деле цветов здесь у нас не так много. Если мы поставим допустим 64 цвета картиночка станет гораздо глаже и аккуратнее. если мы зададим всего 4 цвета то никакого полутона мы уже здесь не увидим. В этом интерфейсе есть одна хитрая кнопочка вот эта. как она работает поставим изначально 64 цвета. Мы видим что GIF наш займет 21 с небольшим килобайта. жмем на эту кнопочку и выбираем оптимизировать файл под размер. Здесь мы можем задать желаемый размер файла в 10 килобайт. Ну хорошо пусть будет в 15 нажимаем ОК. Обратите внимание что здесь стоит 64 цвета. ОК. Количество цветов автоматически уменьшилось до 9 размер файла стал меньше 15 килобайт. Поскольку здесь величина цветов дискретная то и размер он получается приблизительный но не более того что мы задали. Вот таким механизмом можно сократить размер конечного файла. Дальше нам остается только нажать сохранить и сохранить в нужном месте только рисунок GIF задать нужное имя файла. В заключении еще раз подчеркну важный момент оптимизации. Не думайте что в баннер вам удастся засунуть целый художественный фильм. Размер конечного файла должен быть маленьким а это зависит от размеров и количества начальных страниц от количества промежуточных кадров и качества оптимизации. Несколько шире возможности предоставляет создание баннеров с помощью флеш-анимации. Но это уже находится вне пределов нашей темы. Флеш-анимации Флеш-анимации и